приветствую подписчиков и гостей канала походный оптимист на моем канале в этом сезоне уже накопилось очень много различных проектов это землянка которую мы собрались спавшись строить на берегу реки поставили пока там временный балаган и стрейч пленки это баня у лачуги мы тоже уже начали делать стены это моя экспериментальная землянка так вот чтобы не накапливать все эти проекты потому что в голове мне еще очень очень много идей хватило бы времени для воплощения всего этого я решил прийти сегодня в мою землянку экспериментально поработать там для того чтобы она как можно быстрее была закончена чтобы я на нее уже не тратил свое время и она была готова к зиме меня ждала ну собственно я уже подхожу к ней я был здесь совсем недавно делал полы менял лежак и делал стол сегодня у меня в планах это крыша это щели это окно хочу москитную сетку повесить потому что прошлый раз меня заели комары но он пробить все стены как я планировал что пошла раз но не успел к сожалению все это дело сделать сейчас у меня думаю что часов 5 до захода солнца и нужно по максимуму поработать удачно все-таки выбрана место землянка стоит уже много месяцев а здесь как ни разу никто еще кроме меня не побывал маскировка отличная конечно в апреле она была так себе но сейчас когда все вокруг заросло просто кустами папоротникам найти мою маленькую зеленую крышу здесь если ты не знаешь вообще что ищешь я думаю невозможно даже случайные путники какова вероятность и все чтоб человек без тропинки шел например напрямки через лес через бурелом и на что там наткнулся то есть но специально ты вот это дело конечно не сделаешь должно быть прямо совпадение ладно не буду терять времени сейчас буду располагать вещи все свои все разложу и думаю приступлю к заготовке материала сначала для того чтобы потом уже не отвлекаться никуда не отходить и чисто заниматься своим любимым делом уютника все таки если честно уже хочется чтобы зима наступила для того чтобы протестировать эту землянку в мороз прямо так хочется чтоб минус 20 снега было по пояс припереться сюда на лыжах затопить печь его я уже скучаю по этим временам хотя прошло всего несколько месяцев кстати друзей подписчики канала походный оптимист я хочу познакомить вас с ватоши этот парень снимает видео про свою лесную жизнь в походах ватоша строит различные укрытия и так давно показывал как легко сделать палатку из обычного тента каждом своем ролике ватуха готовит что-то очень вкусненькое эти рецепты вам могут пригодиться когда вы соберете свое лесное путешествие только смотреть на голодный желудок такие видосы я категорически не рекомендую а недавно ватоша начал строительство большого лагеря в лесу хоть это его и первый опыт такой стройки но получается у него довольно хорошо в дальнейшем ватоша планируют отправиться в поход с ночевкой вообще у него много разных идей для строительства в лесу и видео в целом я по секрету вам скажу он даже хочет съездить гости к настоящим мантсям посмотреть как они живут вдали от цивилизации ватоша очень старается и нуждается в поддержке качество его роликов на высоком уровне он интересно рассказывает и не материться я рекомендую поддержать тоху этот парень из наших а мы своих не бросаем ссылка на канал ватоши будет в описании так ну а меня что-то комары тут достают даже днем думаю первым делом сегодня нужно будет разобраться с окном и с щелями которая вот в стене выходящая на улицу эти-то стены ладно там хоть и насекомые лезут но они по крайней мере не кровососущие стена которая ведет на улицу конечно вся вся просто как решето я думаю то что сейчас нужно сделать окно нужно законопатить всю стену и думаю как минимум на сегодня это будет достаточно если останется время я буду делать потолок и остальные стены тоже буду конопатить и печкой нужно заниматься дел полно я думаю то что главное начать вот так от пилю за пеньком потом вернуть учила на дрова померь точнее так думаю что пока хватит первую очередь потому что я буду делать стену которая дверью надо будет разобраться с окошком там со всеми этими делами думаешь вообще все сниму оттуда разберу и буду делать заново потому что пошла позапаза прошлый раз все это было сделано как она стих больше сниму шторку пока с вами камукуляжную люблю я работать в землянке прямо такой вид деятельности у меня уже как хобби можешь когда-нибудь научусь еще все делать качественно и мои годы нужно закрепить раму сначала а то она мне тоже просто так вставлена под окно я думаю что окно будет крепиться как раз к верхушке его то есть вот так вот крепится окно и вверх открываться насколько это будет возможно вот как то так потолку здесь можно какую-нибудь защелку сделать этот песок весь туда уйдет когда я начну крышу делать у меня тут заначка с гвоздями всякими шурупами возле печки сейчас вот сюда вобью гвозди рама станет пожестче потом начну потихонечку закладывать вот эти вот все дырки так и второе так же сделаю это вот была чуть короткая надо и чуть длиннее это вот так так я буду старта пробивать попытка номер два поменял план того я буду делать окно какая-то ненадежная получалась конструкция там больно тонкие были веточки я решил взять по массивнее бревна его сейчас подгоняю их под размер проема вот таким пазом вот хочу попасть прямо укрепление вот несколько штук положила сверху одну длинную вот и проем для окна все-таки чем толще будут бревна тем больше будет держаться тепло я так предполагаю что-то вот нельзя с собой большие гвозди приходится соединять все маленькими вот с помощью вот такой вот штуки как забор надо примерить вот 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 неплохо ну такой проем получается вот здесь чутка надо подровнять чтобы не было это щели сразу вот здесь сучок сучок упирается и собственно думаю пойдет можно будет закреплять я думаю сразу наверное постелить лен здесь я думаю что нужно было в том месте в том месте в том месте что вот у нас есть ну вот неплохо понадежнее чем был бревно 10 сантиметров сейчас буду прикручивать сюда окно хотя перед тем как прикрутить сюда окно я сделаю москитную сетку потому что летом все таки в лесу без антимоскитной сетки просто нереально может быть что-то на дверь даже такое придумать цеплять ее буду снаружи на зиму принципе можно ее будет снимать хотя может быть лишняя защита а а и а и а и и и Главное теперь все остальное сделать без щелей И можно будет проветривать не боясь комаров Ну вот окошко получилось Потом здесь будет защелка И она будет плотно закрываться Боюсь сейчас все щели заделываю И будет жарко здесь Вроде бы землянка А здесь температура такая же как и на улице Потому что все-таки выход он не ниже земли А на уровне А на уровне Ну вот, проконопатил Сейчас специально не включал фонарь на камере Для того, чтобы вы посмотрели То, что щелей нету совсем Светится только окно И дверной проем Мне нравится, если честно Стало как-то попрестижней Что ли, выглядеть То было непонятно что А сейчас прям такая уверенная стенка Да еще и антимоскитная сетка Вообще здорово Пора, наверное, устроить себе полдник Печку отопить не буду Жарко достаточно Я думаю, что я Сделаю маленькую финскую свечу И на ней подогрею себе чайник Солнышко Еще не села Я думаю, что где-то через часа полтора Два уже будет темнеть Так, ну а для свечи мне понадобится Сушарка пенечков Прямо маленьких Главное, чтобы их диаметр был Где-то раза в два Меньше их не длины То есть длина должна быть в два раза больше, чем диаметр Тогда пламя будет распространяться Активнее Вот такие три чурочки маленьких Сейчас разожгу между ними огонь, как обычной финской свечи Только уменьшенный вариант И на ней можно будет, я думаю, готовить Кипятить воду Без всяких проблем Типа щепочницы Только не нужно щепки подкидывать Думаю, очень удобный вариант Так Разжигать я буду льном Я еще не пробовал его в качестве растопки Но думаю, почему нет Я еще не пробовал его в качестве растопки Сейчас пару минут Дерево возьмется Можно будет ставить чайник Ой, какая сегодня хорошая погода Конечно, очень мало я сегодня успел всего сделать с землянки Но все-таки без ночевой Чисто прогуляться Сегодня у меня поход такой выходного дня Совмещенный с пользой Все равно кое-что-то сделал Так, пора тащить чайник Сегодня я буду на улице сидеть Вечер Вечер Готовить сегодня я себе буду обычные бутерброды Такой легкий поход выходного дня Поэтому я не стал заморачиваться с продуктами Хотел больше дел сделать с землянки Но и дела не сделал Ладно, хоть вкусняшки сейчас поем Есть только большая проблема Я забыл взять нож Была проблема даже с отрезанием Для москитной сетки Но у меня есть с собой топор И он оказался вполне острый Для такой работы Я думаю, что может быть топор мне поможет И в нарезании овощей Я по максимуму сейчас его протру От песка От грязи И попробую приготовить топором Так, ну вроде пока все Начну я с нарезания мяска Очень даже неплохо получается Ну вот Не ювелирно, конечно Но вполне нормально Так же сейчас попробую нарезать И огурцы с помидорами Слушайте, отлично получается Осталось порезать только помидорку На помидорке Обычно все проверяют Остроту своего ножа У меня топор Все-таки он не Плотницкий А больше как такой универсальный То ли колонн Ну не колонн Как больше универсальный Такая заточка у него Более грубая Посмотрим, как он справится с помидоркой Ну круто Ну что, обошелся одним топором Так, ну и все Теперь просто буду делать бутерброды Дождусь чая И буду получать удовольствие Вообще вот на таких вот маленьких полежках Диаметром там до 70 см Можно приготовить вполне даже серьезное блюдо Чайник закипел Свеча мне пока не нужна Я поляно отодвину друг от друга Поляне Если я захочу согреть чайник еще раз Можно использовать их же Сейчас я даже их трогать не буду Они сами погаснут Потлеют, потлеют и погаснут Ну так Что у нас с бутербродами Рецепт элементарный Все нароели всякие сэндвичи Там и там подобное Этот вариант Такой немного походный Соус Любой на любителя Просто чтобы не было Сухо Кусок мяса Это карбонат Сырок Помидор Помидор Огурчик И второй хлеб И здесь точно так же Хочу напомнить вам про розыгрыш Кружек походный оптимист Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше в июне Нужно пройти по ссылке в описании Группа походный оптимист вконтакте Подписаться на нее Поставить лайк И сделать репост Верхние закрепленные записи 1 июля Будет розыгрыш Рандомный выбор 15 участников Которые получат такие кружки Совершенно бесплатно И отправка естественно будет тоже за мой счет Учет бутерброды получились так Какую-то на тройку с плюсом Я ожидал большего на самом деле Может быть слишком простая пища уже для меня в походе Но нет конечно шучу Ну пора мне собираться идти домой Пока совсем не стемнело Подписывайтесь на канал Походный оптимист Ставьте колокольчик для того Чтобы не пропустить новые выпуски Подписывайтесь на мой инстаграм Страничку вконтакте Все ссылки будут в описании Не забудьте про розыгрыш кружек Пока Продолжение следует... Продолжение следует...